Да, да, ребят, я играю в Skyrim Special Edition. Это мой канал Mr. Cat, меня зовутся Герой Ван, и мы продолжаем проходить главный квест. Ну что, ребят, давайте отправимся и посмотрим, что у меня тут бесконечная пора поговорить с Айренгейром. Хм, Ярл Вайтрана не будет мне помогать, пока идет гражданская война, да-да-да. Если я смогу уговорить Сидобородых устроить мирные переговоры, можно будет попробовать убедить имперцев брать в буре заключить мирное перемирие, чтобы победить Алдуина, который опасен для обоих сторон в этой войне. Ну что ж, ребят, судя по всему, мне нужно к этим ребятам, да, которые живут высоко-высоко-высоко в горах. Я играю, ребят, ребят, я играю, ребят, на легенде, на легендарной сложности, сейчас все покажу и сам себя проверю, да. Окей, нормально все. Мы сейчас бегаем в сете клинков, его можно получить в храме, в небесном храме. Оказывается, у меня там еще квест зависит такой вот, что мне нужно найти каких-то добровольцев, добровольцев и принести, привезти их, принести, конечно, возьму мешок и принесу. И принести их, привезти их к этому храму, господи. Да, я обязательно, обязательно выполню как-нибудь этот квест, но это будет уже потом. Как-нибудь потом. А сейчас мы отправляемся на высокий Хродгар. Так, давайте посмотрим, сколько сейчас времени. 8 часов. 8 часов чего? Вечера или утра? Вечера. Хотя пасмурно как-то. Или утра? По-моему, это утро, подождите. Я заблудился. Ну да, так всегда, когда яркость неправильно стоит на максимальных настроях. Да, это день, день, день. Я днем не хочу бегать. Да, вот, ночь. Ваша сила растет, ты тут фиг поймешь. Я вечно не понимал, как различать это время. ПМ, ПМ, АМ, я не знаю, ребят. Но, по-моему, сейчас как раз-то и ночь. Я просто хочу ночью пробежаться, потому что у меня такая мечта, у меня мечта найти этого призрака, этого безголового призрака и проследовать. Я всего один раз, один раз проходил это, но когда-то давно, давно уже не помню, когда это было. Я его нашел, я за ним проследовал, и я даже не помню, до конца ли я за ним проследовал, не до конца, но, блин. И вот недавно он опять повстречался, и я его так профукал. И самое интересное, что он, блин, никуда не исчез. Я просто провтыкал по второму, по ворот, я не знаю, его просто было видно там несколько раз. И, блин, а я пропустил. Я его просто-напросто пропустил. А, наушники. Вот. Так что, ребят, так что, ребят, ух ты, этот корабль будет теперь тут вечно. Тут же мы убили императора. Я-то, честно говоря, думал, что этот корабль потом исчезнет. На носу тут как раз-то и был этот секрет, и на носу как раз вот здесь, вот здесь лежал этот легендарный клинок порыв ветра, за который я, кстати, узнал только в этом прохождении. Каждый раз. Каждый раз, играя в Skyrim, я узнаю что-то новое. Невероятно. Просто невероятно. Ладненько, давайте пробежимся побыстрее. Да, да, вы правильно поняли, ребят, я хочу пройтись пешочком. Мне хочется повстречать каких-то NPC, мне, блин, надоело совершать быстрое перемещение и склад восточно-имперской компании. Оказывается, вот этот шлем имперский, ну, закрытый, он не такой уж уникальный, его, по-моему, два или три всего. Но один, по-моему, еще есть в этом складе. Ну, так, кто не знает. Для тех, кто не знает. Я вот не знаю, мне по дороге бежать. Но вообще, чаще всего, разные спутники, разные интересные, квестовые, не квестовые, встречаются как раз-то, если мы идем именно по дороге. И почаще, почаще нужно путешествовать этим ночным, мрачным Скайримом. Блин, вот мне просто интересно, если бы я сейчас бежал бы в яркость на минимум, то освещение какое должно быть. О-о-о-о, да. Что это такое, господи? А, это, по-моему, те лучи. Когда мы выполняли квест, но они как-то забахались. Я не знаю, что случилось. Посмотрите на них. Да, они немножко заглючили. Вот это вот ночь, ребят. Вот это вот настоящая ночь в Скайриме. А то, что мы привыкли играть с такой яркостью, это... Это, честно говоря, неверно. Нужно играть с нормальной яркостью. Просто многие жалуются, что не видно, смотря днем. Надо ночью смотреть, ребят. Надо ночь. Ну, и, конечно, я. Я тоже немножечко жалуюсь, потому что, когда светят две лампы, освещают тебя. О-па. Ребят, привет. О-о-о, это наши эльфы. Иди отсюда. Живо! Какие они высокомерные. Кто ты? Юстициар Талмара. Выполняю ответственное поручение, а ты мне мешаешь. Что такое Талмар? Мы посланцы Альдмирского Доминиона, законных правителей Тамриэля. Если хочешь, могу показать почему. Если есть мозги, лучше беги отсюда. Вот такие вот суровые. Вот такие. Ну ладно. Не будем сейчас на них агриться. Потому что я сегодня все-таки хочу дойти. Дойти до той локации, куда мы направляемся. Может, даже нам посчастливится встретить нашего всадника. Нашего безголового всадника. Блин, ну все равно как-то слишком. Тут чувство, как всегда нажимаешь. Блин, не знаю. Вот это вот. Иногда просто-напросто вроде туда нажимаешь. Но как-то сделано. Странно. Ты просто мажешь. Настройки. Экран я все-таки сделаю. Хотя бы вот так вот. Да, ну честно говоря, даже ничего не поменялось. Но немножечко мне как-то поприятнее. Пока никого. Никого. Только этих наглых талмарцев встретили. С которыми, честно говоря, я бы поквитался. Прокачал бы себе лорда вампира. У нас, кстати, неплохо прокачаны. Теперь я могу вызывать горгуль. С горгулями, между прочим. Можно нехило повеселиться. Слушайте, а что ж я так пешочками иду? Не, 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 не. Знаете, в принципе, я думал сначала полностью пробежаться лордом. Ну, блин. Если мы встретим какого-то NPC. Я так хочу Майкла встретить. И вот так редко встречал. А когда встречал, мне вечно были какие-то баги, лаги. Ага. Ну, эту локацию мы помним. Здесь все убитые. Рейдгарды. Какой-то дневничок. Это все мы видели. Тут какой-то шалашик. Что это за локация? Охотники? Хотя там есть дальше пещера. Которая нами не открыта. Ладно, неинтересно. Не хочу. Не хочу сейчас отвлекаться. Нужно почаще. Почаще бегать. Просто берешь и бежишь по волшебному Скориму. Не используешь это быстрое перемещение. Конечно, можно было на лошадке. Но моя лошадка немножко багнулась. И сейчас она, по-моему, возле первого убежища. Ну, все мы помним. Там, знаете, какая-то такая черная лужа. И мне ребята написали, что нужно туда подойти. И тогда она опять появится. Тестина грабителя. Ух ты. Злодеи, что ли? Да, смотрите-ка. Тут на злодеи обитают. Ага. Что это было? Не знаю, что это было, ребят, но... Эту локацию нужно зачистить. Конечно! Давайте как раз-то поюзаем нашего хватка вампира. Зрение, вызов, гаргули. О, да. Так, как это все работает? А! Воу! Воу! Воу, погоди! Секунду! Вызов, гаргули. Летучей мыши. Не-не-не-не-не. А-а-а. О-о-о! А, сори. Можно только одну вызывать. Не, она нам помогает. Не-не-не-не-не. Вызов гаргули убираем. И давайте возьмем хватка вампира. Не, летучей мыши тоже нужно убрать. Подождите. Вот. Конец тебе! Ха-ха. И качаемся. О-о-о! Как он таранит? Ничего себе! Нормально. Тут еще главное, чтобы мы добили нашу жертву. Потому что если не мы... А, прокачалась. Видели такой вот луч? Пойдем, миленький. Господи, какой он прикольный. Так, тут у нас лучник. Горгуля наваливает ему. Ух, он слабенький. Умер. Забрали. Забрали, забрали, забрали. Погнали. Ха-ха. Мы такие с тобой сгорлатые. Прикольные. Привет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Дорогой. Воу. Что это за стан? И, кстати, где эта моя горгуля? Все, закончилась. А ну, пойдем. Давай отойдем, дорогой. Давай поговорим. Ха-ха-ха. Давай поговорим, друг. Ху-ху-ху. И добиваем. В принципе, изи. Не так уж и много этих грабителей. Но добить их нужно всех. Всех. Дальше. Дальше, дальше. Воу. Ого. Какая мощная стрела. Ничего себе. Ну да, на этих высоких уровнях у всех лучников, наверное, вот эта вот стрела, которая 50% может тебя то ли застанеть, то ли еще что-то. Ну, как мой скилл, так и у них тоже все-таки 90 уровень, конечно. Сейчас все эти все-таки мощные. Мощные грабители мощные. Но все равно, ребят, это немножечко несбалансировано. Более сбалансировано все проходит у нас в Fallout 4. Если вы играете в Skyrim, то вот ровно до 80 уровня противники очень сильные. А потом, говорится, вы начинаете качаться, а противники уровень больше не получают. Да, да, это факт. Увы. Вот такая вот особенность. А вот если вы играете в Fallout 4, ребят, вот там вот противники реально качаются с вами. И там хоть сотый уровень, я не знаю. И в сотом уровне, по-моему, вообще фигня какая-то происходит. Я даже ради интереса проверил. Я с помощью чита, с помощью чита сбил там максимальный уровень и попробовал, что, например, имбовое оружие, которое на 50 уровне просто убивает всех с первого удара, то на сотом уровне оно уже вообще никакое. Вы представляете? Так что этим он и интересен. Подожди, ты когда? А почему мы боимся? Мы же-то и не плаваем. Просто над водой ходим. Стоять, стоять, девочка. Ой, куда это она? Давай, 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 давай. На шаг ближе к прокачке. Поплыли, дорогой. Не знаю, мне нравится так, как он плывет. Точнее, летит. Так, ну что? Что это у нас за рычаг? Больше никого нет или еще кто-то остался? А, еще кто-то остался. Похоже, ты выбираешь время, чтобы... О, это какой-то крутой воин. Глянь-ка сюда, кто у нас за рычаг. О! Вот так вот, ребят. Я провтыкал ее. О! Да, я ее провтыкал. Ничего себе. Все-таки, мах. Сделал свое дело. Зарядил-то нормально-то как. Ладно. Давай сразу уходим. Погнали. Иди сюда. Иди, моя маленькая. Давай отойдем. Вот, 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 вот. Ха-ха-ха-ха. Не хочу вызывать горгулера. Не знаю. Мы и сами справимся. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Наводить еще тоже надо, знаете, как-то... ...более метко. Добивай. Готов. Готов, готов, готов. Погнали дальше. Так, лучник, где ты тут? Иди сюда. Иди, моя маленькая. На! Довольно сильная. Ага. Закончилась. Закончилась у нас. Ну, магия, по-моему, тут восстанавливается довольно быстро. Да, сейчас они вообще не прокачаны. О, чай. Сейчас попробуем ее добить. Получится, не получится. Сейчас посмотрим. Еще один удар. Блин. Вот. А теперь... Блин, вот никак не могу добить. Есть какое-то крутое добивание, которое я только слышал. Он должен укусить ее. Но все никак. Ладно. Где тут маг? С воином я потом, но мага я боюсь намного больше. Похоже, ты выбираешь время, чтобы заблудиться, дружище. Ага, вот она встает. Пойдем. Или сейчас это я выброшу. А мы с тобой... А что, не могу выбросить туда? А, нельзя. Я, честно говоря, думал, сейчас ее куда-то вот... за заборчик. А можно, все нормально. Ха-ха-ха-ха. О, да это какое-то вообще... Вообще... Воу! Так, главное не застрять. Ничего себе. Она имеет вот эти вот огненные шары. И... Это мне совсем не нравится. А ну погоди. Давай, ты не будешь вставать. Блин. Расслабляйся. Готово. Ну что ж, судя по всему, мы зачистили эту локацию от этих бандитов. А нет. Смотрите-ка. Тут еще кто-то есть. Тут кто-нибудь есть? О, да главарь бандитов. А ну. Выходи. Выходи, маленький мой. Ничего себе. Он самый толстый, ребят. Он, по-моему, самый толстый. Но, как говорится, чем толще, тем больнее бьешься. Что случилось? Я так и не понял, ребят, что случилось, но... Он почему-то умер. Он почему-то умер. Ладно. Возвращаемся в наш облик и... Давайте посмотрим. У меня есть какой-то ключ, броня, который я не хочу брать. Потому что денег мне сейчас хватает. Мне в основном лучше сейчас брать какие-то драгоценные камни. Какой-то более дорогой лут. О, смотрите. Стеклянный щит. Он легкий и дорогой. У тебя мы возьмем монетки. И все. Молот. И что у нас здесь вихний... О, по-любому качает какой-то скилл. Качал. Эту книгу я уже читал. И из-за этого я ничего не могу себе прокачать. Ладно. Эльфийские перчатки. Ого, какой ключик. Заберу. Ух ты. Пещера грабителя. Что это за пещера грабителя? Ух ты. Топор. Двимерский. Огненный плащ. Хм. Тут какая-то пещера грабителя. Ух ты. Вот это вот интересно. Так. Этот сундук закрытый. Дневник главаря бандитов. Ха. Разные записи бандитов. Разные отчеты. Заберем хилки. И мы немножечко прогуляемся здесь. О, смотрите. Счета рука. Рыбка. Как всегда. Капуста. А лука нигде нет. Да? Да. Лука нигде нет. Ладно. Что у нас тут под водой? О, смотрите. Сундучок. О, двимерский молот. И я перегружен. Отлично. Прекрасно. Ладно. Заберем эти драгоценные камни. И весь лут, который мы не найдем. Но нужно выплывать. Давай, выплывай. Сейчас попробуем добраться до суши. Я хоть смогу выплыть. Эй, давай. А, нормально все. Хе-хе-хе-хе. Юзаем сразу черный рынок. Итак, мы снова встретимся. Жду с нетерпением. С нетерпением. Окей. Давайте продадим им все тяжелое. Все ненужное. Меч клинков. Булава. Пары ветра. Ну, вот это вот мне тоже не нужно. Меч довольно тяжелый. И одежда. Железный щит. Клавиус, который я постоянно с собой таскаю и не использую. Не знаю почему, честно говоря. И все. Все. Свободен. Свободен, друг. Возьмем любимый крик циклон. Скоро я вернусь. Ух ты. Смотрите-ка. Выход. Это и все. Представляете, тут ничего нет. Тут просто под водой какой-то сундучок. Лосось плавает. И больше ничего нет. Прикольно. И мы выходим в просторы Скайрима. Да, ребят. А вот здесь есть пещерка. Что под водой? Ничего. О, тут на нас рыбка напала. Ладно. Не будем сейчас на нее обращать внимание. Отправимся дальше. Дальше, ребят. В поисках приключений. Ой, господи. Сейчас, секунду. Просто сегодня, ребят, хотелось просто немножечко побегать. Без так быстрого перемещения. Познать Скайрим. Такой, какой он есть. Прекрасный. Что это? Хибара краболова? Господи, я такую не помню. Кстати, мы здесь все воруем. А это не очень хорошо. Грязи краб. Можно забрать. Можно украсть молот. Помидорки. Лук, порей, можно свистнуть. Да ладно, мы его нашли. Ну, он не наш, так что не судьба. Рыбак. Привет. Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах. Кому от этого плохо? Ярл же не может съесть всех оленей вокруг. Если не жадничать, то здесь добычи хватит на всех. Это просто рыбак. Просто рыбак. Давайте попробуем посмотреть, что они в инвентаре. Ну, ничего нет. Просто так понял, что иногда, может быть, у персонажа что-то скрытое. Что-то крутое, скрытое. Но не всегда мы можем это найти. Потому что неизвестно. Мы же не всех можем лутать. Вот, например, интересный секрет с вот этим вот персонажем, который на острове Солстейм. Я уже много лет охочусь и рыбачусь. С его луком. У него уникальный лук. И кто бы знал, что его нужно украсть. Я просто такое впервые встречаю. А представьте тоже, у какого-то персонажа, который не будет продавать это, не будет показывать, хранится какое-то секретное оружие, которое мы ни разу не видели, которое можно только украсть, если мы прокачаемся до сотого уровня. Ну, согласитесь. Вы же каждого не будете лутать. Ну, прям каждого. А такая вероятность есть. Если, например, вы его убиваете, то разработчики сделали так, что этот предмет пропадает. И кто про него никогда не узнает. Прикольно же было, да? Подождите, а что? А у меня хил стоит. Не, ну, в принципе, с такой броней, это даже классно. Ты кого-то лупишь и сразу качаешься. Удобно, круто, классно. Там какие-то враги нарисовались. Ага, я понял. Это грязи краб. И здесь еще парочка. Кто это? О, это какие-то ребятки. О, господи, это какой-то маг. Это какие-то два мага. А это вампиры. О, господи. О, господи. О, господи. Что-то я не рассчитал. Получай. Вампирское деяние И где второй? О, нормально Драконы Весь фарш Вампирчик Просто несчастный вампирчик С которым мы быстро разобрались Ну, почти быстро Чуть-чуть бы и Нас бы убили, ребят Серьезно Так что шутить с этим нельзя Давайте сохранимся, потому что я вспомнил Что я, блин, давно не сохранялся И, кстати, у нас наше оружие Практически разрядилось Так что давайте его зарядим Большой камень отлично подойдет О, Мишка Давай, давай, дорогой Поднимайся Давай еще раз Обратите внимание Что у него вот эти вот атаки Мощные Все мощные Но благодаря тому, что у меня прокачан Очень сильно прокачано блокирование Просто ноль Не, ну не знаю, сколько там урона мне проходит Но крайне мало Крайне мало И таким образом Ну, все-таки Совет Глеба Кстати, что Вот если ты качаешь Качаешь щит Лучше сбросить щит Нужно сбегать Так, ребят Ну что Моему сыночку Пора купаться Так что Я пойду Уже Все, ребят Это был канал Мистер Кэт Ой, смотрите-ка Какого мамонта Он завалил Это был канал Мистер Кэт Подписывайтесь на мой канал Пишите ваши комментарии И мы дальше будем бегать По этому волшебному миру Скайрим Пока, ребят Пока